В сети магазинов «Хозяин» ярославские краски от 89 рублей. Не за туманами и запахом тайги готовы ехать эти студенты. Чтобы попасть в рабочие отряды, они прошли целый конкурс. Заработать этим летом они смогут по всей стране, от Ялты до Курил. В Сочи и Крыму ждут наших поваров, горничных и официантов. А Дальнему Востоку нужны молодые рыбообработчики из Бурятии. Ялта – это у нас сервисные отряды, там зарплата от 17 тысяч рублей. Ну, следовательно, самая большая зарплата у нас на Путина. Путина – это Камчатка, Сахалин, Курилы. Ну, в среднем ребята привозят от 60 до 150. Путина у студентов всегда пользуется большим спросом. В этом году наши ребята впервые обрабатывать рыбу поедут на самую дальнюю точку – Курильские острова. Куда поедешь, сколько хочешь денег заработать и кем не гнушаешься поработать? Собираюсь ехать на Камчатку, обрабатывать рыбу. Ну, может быть, где-то порядка 40 тысяч, может больше. За большими деньгами гонятся не все, кто-то останется на лето в Улан-Удэ. Эти студенты на днях выходят вожатыми в лагерь «Огонек» на Верхней Березовке. Не ради денег, а ради вот этой атмосферы, ради друзей, новых, хороших, новых ощущений. Для тебя тоже деньги не главное? Нет, конечно, конечно, нет. Главное все то, что дети, мне нравится с ними работать. Люблю их детей. Этот рабочий сезон будет посвящен столетию комсомола. Всего работать за пределы республики уедут 500 студентов. Чтобы вы получили хорошую жизненную закалку, заработали, конечно, немного денег. Как говорится, даже немного, а если получится, то и много. Поэтому, дорогие друзья, чтобы все у вас получилось. 25 отрядов по 25 человек. Многие студенты уже покинули Бурятию и трудятся в чужом городе. А тем, кто путевки на Целину получил только сегодня, еще предстоит ощутить всю романтику и прелесть студенческой рабочей жизни. Алифтин Дармаева, Мария Латышева и Жаргал Церендашиев. Новости дня.